Ремонтные работы на участке улицы 22-го партсъезда от Новосадовой до Солнечной завершены. Уложен новый асфальт, сделаны тротуары, проведены все необходимые коммуникации, установлены знаки и светофоры. Но введут участок в эксплуатацию вместе с верхней частью до Московского шоссе, поскольку реконструкция проходит в рамках одного проекта. Пока у подрядчика есть возможность исправлять замечания надзорных органов. С текущим состоянием дел на дороге ознакомился исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. На этом участке физически доделывать ничего не надо. Единственное, что нужно заказчику получить выделенную линию оптического волокна, чтобы с четырех камер этого участка и с четырех камер большого участка картинка приходила в институционный центр АСУДД, управление АСУДД, Минтранс. А вот на верхнем участке от Новосадовой до Московского шоссе работы в самом разгаре. После масштабных работ по перекладке коммуникаций здесь уже смонтировали основное дорожное полотно. Остался лишь верхний слой асфальта и разметка. Сделаны новые тротуары, несколько парковочных зон, планируется и дополнительное озеленение. Сейчас общий процент готовности выше 80%. Запустить движение на важном поперечнике двух основных магистралей города должны уже этой зимой. Проект движется, проект идет в сроках, проект решает много проблем для города и значимых для... И вообще для жителей Самары. А уж для тех, кто живет здесь рядом, это тоже имеет большое значение. Кроме того, после осмотра и реконструкции, исполняющий обязанности главы города Иван Носков посетил трамвайное и троллейбусное депо ТТУ на Фадеево. Он поздравил коллектив предприятия с днем водителя, а лучшим в своей профессии вручил благодарственные письма и подарки. В той же степени мы всегда пользуемся транспортом в любом маленьком, большом городе, не важно где. Поэтому ваша работа сложна, трудна, не всегда благодарна. Хочу сказать спасибо за то, что вы ее делаете. Отседуешь. После поздравлений Иван Носков оценил отремонтированные трамваи, которые скоро выйдут на городские линии, и познакомился с учебным центром предприятия, где проходят подготовку новые сотрудники. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.